Всем привет! Вы когда-нибудь задавались вопросом, а как, например, сказать по-английски, ну, допустим, сделать из мухи слона или работа не волк в лес не убежит? Представьте, вы общаетесь по-английски с каким-нибудь вашим знакомым или коллегой, и вы говорите о каком-то вашем общим знакомом. И тут вам очень хочется ему сказать, что-то вроде, да нет, даже не надейся, Андрей это сделает, когда рак на горе свистнет. Ну вот захотелось вам вернуть сочную русскую пословицу. Представьте, что вы берете и переводите эту русскую пословицу дословно на английский язык, ну, чтобы ваш знакомый вас понял. Вы говорите Андрей это сделает тогда, когда рак на горе свистнет. Как вы думаете, какая будет реакция у вашего знакомого? Точно не та, которую вы ожидали. Возможно, он просто промолчит. А возможно, он у вас спросит, что, какой рак, какая гора, почему рак будет свистеть на горе. В общем, вы захотите украсить вашу английскую речь чисто русским выражением, а вместо этого получится полное недоразумение. А все почему? Потому что в каждом языке есть свои уникальные и забавные пословицы и поговорки. Если в русском мы говорим почему-то про раков, когда рак на горе свистнет, то в английском они говорят, когда свиньи полетят. Поэтому давайте с вами запомним, что переводить пословицы и поговорки дословно с русского на английский или даже наоборот, это неправильно. Этого не нужно делать, потому что вас просто не поймут, что вы имеете в виду, что вы хотите сказать. Что же делать? Намного полезнее запомнить, как это говорится на другом языке. Конечно, все пословицы и поговорки запомнить невозможно, но можно вооружиться самыми популярными, что мы сейчас с вами и будем делать. Итак, пожалуйста, повторяйте все вслух. Поехали! Итак, первая популярная английская пословица звучит так Означает преувеличивать важность чего-то. Итак, дословно это переводится как ДЕЛАТЬ ГОРУ ИЗ КРОТОВИНЫ, ДЕЛАТЬ ГОРУ ИЗ МАЛЕНЬКОЙ ГОРКИ. Наш русский вариант, как мы это говорим по-русски, это, кто догадался? Конечно, ДЕЛАТЬ ИЗ МУХИ СЛОНА. То есть, еще раз, по-русски мы говорим ДЕЛАТЬ ИЗ МУХИ СЛОНА, а по-английски говорится ДЕЛАТЬ ИЗ МАЛЕНЬКОЙ ГОРКИ ГОРУ. Отлично! Следующая пословица-поговорка ДОСПЛОВНО ЭТО ПЕРЕВОДИТСЯ КОГДА СВИНИЕ В ПОЛЕТЯТ. И означает, что что-то никогда не случится, никогда не произойдет. Наш русский аналог это, конечно, когда рак на горе свистнет. Итак, еще раз, в английском мы скажем Давайте скажем это вместе. Когда свиньи полетят. То есть, что-то никогда не случится. Например, вы можете сказать про кого-то. Она это сделает тогда, когда свиньи полетят. Ну, опять же, на русский лучше это будет перевести как Она сделает это тогда, когда рак на горе свистнет. То есть, никогда. Следующая интересная пословица, довольно популярная в английском языке, это Когда вы едете в какое-то место, то нужно следовать законам и традициям, которых придерживаются люди в том месте. В английском языке эту пословицу часто не договаривают. То есть, они просто говорят первую ее часть. И подразумевается, что Это дословный ее перевод. Дорогие друзья, кто знает похожую по смыслу пословицу в русском языке? Возможно, что-то похожее по смыслу в русском языке будет, ну, может быть, чужой монастырь со своим уставом не ходят. В английском языке мы скажем Когда в Риме, поступай, как поступают римляне. Следующая интересная пословица, это Что интересно, так это то, что в русском языке мы, в принципе, так же и говорим. Нельзя судить книгу по обложке. Или книгу по обложке не судят. Вот такой пример использования этой пословицы. Я думал, что это не брендовое молоко будет ужасным. Но, оказывается, не стоит судить книгу по обложке. И пятая, очень забавная английская пословица, это Рассказать, поделиться какой-то информацией, которая предварительно скрывалась. Дословно, это означает выпустить кота из мешка. Выпустить кота из мешка. Но это означает рассказать какую-то тайну, рассказать какой-то секрет. Например, Означает, как вы догадались, не расскажи этот секрет, не раскрой этот секрет. Или, например, Она рассказала об их свадебных планах. А вот какая пословица, похожая по смыслу, есть в русском языке, Я, если честно, не помню. Если вы знаете, или если вы помните, Что у нас в русском есть такого, Чтобы было похоже на Раскрыть какую-то тайну, Выпустить кота из мешка, Обязательно напишите мне внизу в комментариях. Отлично, дорогие друзья! Больше пословиц и поговорок Вы найдете на нашем сайте. Также помните, что если вы хотите Изучать английский язык комплексно, То вам на помощь придут наши обучающие видеокурсы. Курс английского для начинающих, Английский за 4 недели, 2 в 1. И курс для продолжающих, Английский язык по фильмам и песням. Оба этих видеокурса вы найдете на нашем сайте. Ссылочку я оставляю где-то здесь. Ставьте лайк, если вам было это видео полезным. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны. И до новых встреч! Спасибо, что посмотрели!